Железную дорогу на Крымском мосту электрифицируют. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов. По словам чиновника, электрификация будет проводиться параллельно со строительством железнодорожной части Крымского моста. Сроки сдачи объекта не изменятся. Уточним, проект реализуют в рамках финансирования федеральной целевой программы развития полуострова. Начало движения поездов по мосту между Крымом и Материковой Россией запланировано на декабрь 2019 года. Теперь о городских темах. Ждали долго, но не зря стартовал ремонт дороги Дублера проспекта Генерала Острякова. Пошли по проверенному пути. Выполнять работы будет та же компания, что и ремонтировала проспекта Стрякова. Когда планируют завершить работу и что кроме нового асфальта входит в проект, узнала Марина Кравцова. Когда отремонтируют дорогу Дублер? Вопрос прозвучал в прямом эфире во время проекта «Диалог с городом». Дмитрий Овсяников поставил департаменту транспорта срок – два месяца, чтобы приступили к ремонту. Сегодня лично приехал проверить. Работа идет. Дублер Острякова по контракту должен быть занят в конце марта 2018 года. Подрядчик уверяет, что все будет сделано. Контракт до 31 марта. В разрушенном состоянии эта дорога уже больше трех лет. Предыдущий подрядчик с ремонтом не справился. Контракт с ним расторгли. Как пояснили в департаменте транспорта, пришлось переделывать проект и искать нового подрядчика. Очень технические решения. Пересчет с метной стоимости. Заново была проведена экспертиза. Подрядчик вышел. Километр с небольшим. Ремонтирует дорогу Дублер компания, которая делала проспект генерала Острякова. Прошлый свой объект компания сдала раньше намеченного срока. На Дублере работы будут те же. Два слоя асфальта, выравнивающие и финишные. Установят бордюры, приведут в порядок тротуары и газоны. Сложность в том, что два года назад подрядчик все разворотил и бросил. За два года очень сильно изменился проект отметки. Есть понимание по работе. Загвоздка чисто может быть. Это погодные условия. Заменят дорожное полотно протяженностью больше километра. Также здесь запланировано новое освещение. Идет ремонт и на других улицах. Капитальный стартовал на Камышевом шоссе. В этом году у нас будет порядка 19 участков. 9 участков, переходящих с прошлого года. И вот только что обсуждали с тем, чтобы начинать контрактование участков 2019 года. Все, что у нас разрабатывается, мы сразу с колес пускаем в ремонт. Основные участки, которые сейчас строятся, вы уже увидели. Это участок Камышевого бухту, четырехполосная дорога. Рядом с дорогой-дублером проспекта генерала Острякова много жилых домов. Чтобы не мешать людям, ремонт решили проводить днем. Но полностью перекрывать дорогу не планируют. Закрывать будут по переменам по одной полосе. Марина Кравцова, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. Новое искусственное покрытие, трибуны, ограждение и освещение. Завершился капитальный ремонт футбольного поля в Комсомольском парке. Работы выполнили меньше, чем за месяц. Сэкономили не только время, но и средства. Потратили на 300 тысяч рублей меньше. Вместо 7 миллионов, 6 миллионов 700 тысяч. В пятницу футбольное поле осмотрел губернатор города Дмитрий Овсянников. Пообщался с подрядчиком и родителями, чьи дети будут играть на обновленном поле. Илья Накарнаухова расскажет подробнее. Последний раз это футбольное поле в Комсомольском парке ремонтировали 11 лет назад. В непогоду тренироваться было особенно сложно. Теперь здесь новое искусственное покрытие. Под основанием футбольного поля геотекстиль. А чтобы трава не приминалась, всю площадку засыпали кварцевым песком и специальной резиновой крошкой. По воскресеньям здесь будут проходить городские соревнования и товарищеские встречи. Так, в 2018-м планируют проводить этапы Кубка губернатора по футболу. Площадка мне понравилась. С удовольствием бы сам занимался. Но она для детей. 130 сейчас детей занимается. Будет до 200 в этом году. И получит человек возможность заниматься на этой площадке. Отремонтировали и ограждение футбольного поля. Под трибунами теперь бетонные основания. Заменили пластиковые сидения, смонтировали светодиодные лампы. На беговых дорожках резиновое травмобезопасное покрытие. Всё делали. Снимали старое, меняли основание, слои разные, и щебень, и песок, и дренаж. Всё делали, как положено. В виде спонсорской помощи даже наша компания купила комплект спортивных ворот, которых не было ни в проекте, нигде, для того, чтобы дети могли заниматься. С 1 ноября 2017-го футбольная площадка правительством города передана в управление Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи. Занятия для детей бесплатные. Тренировки проходят ежедневно, кроме воскресенья. Огромное удовольствие получить такую площадку, чтобы дети занимались в таких замечательных условиях, росли, развивались. Популяризация спорта, в том числе футбола, безусловно, для города это огромный положительный момент. В этом году построят мини-футбольное поле и в третьей спортивной школе Олимпийского резерва на Сладково-1. Уже идут конкурсные процедуры. Планируется, что уже через полтора-два месяца подрядчик выйдет на строительно-монтажные работы. Кроме того, в 2018-м начнётся реконструкция стадиона «Горняк» в Балаклаве за счёт федеральной субсидии. Проектирование объекта уже завершено. За развитием футбольной инфраструктуры следят Елена Корнухова и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. Далее о медицине. В Севастополе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это результат внедрения высокотехнологичной медицинской помощи. Больным с диагнозом «устроинфаркт миокарда» и нарушением мозгового кровообращения экстренную помощь оказывают в региональном сосудистом центре. Операции с помощью ангиографической установки с октября прошлого года проводят круглосуточно, 7 дней в неделю. Раньше ангиограф работал только по будням в дневное время. Если за 2016 год провели 109 операций, то с октября 2017 почти 250. Центр укомплектован всеми необходимыми расходными материалами и лекарствами. Очень хорошие показатели по снижению в целом смертности от болезни системы кровообращения. Вот если, скажем, в 2016 году эта цифра была 845 на 100 тысяч населения, то сегодня эта цифра приближается к 765 на 100 тысяч населения. То есть речь идет о реально спасенных людях, о реально спасенных жизнях. Теперь о датах. Ровно 74 года назад был полностью освобожден Ленинград. Жители города были окружены фашистскими войсками почти 900 дней. За это время, по разным данным, погибло от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Люди умирали от обстрелов и голода. Сегодня в Севастополе живет около 200 человек, которые находились в Ленинграде во время блокады. В день годовщины они встретились на митинге. Тему продолжит Анна Леготина. Когда началась блокада Ленинграда, Светлане Дмитриевне было всего четыре. Маленькой девочке пришлось пережить бомбежки и голод. За год она стала сиротой, потеряла бабушку и маму. После этого Светлану отправили в детский дом. Летом 42-го вместе с другими воспитанниками ей удалось чудом под обстрелом переправиться по Ладожскому озеру на Большую землю. Там плыли три баржи. И немцы одну баржу детьми потопили. И по Ладоге плавали белые панамочки. Конечно, страшно это вспоминать. Когда детьми были, молодость, и не так. А когда мы состарились, и когда смотрим вот эту передачу, показывают блокадный Ленинград. Страшно. В 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистов блокадники встретились у аллеи городов-героев. По традиции возложили цветы к мемориальному знаку Ленинград в память о тех, кто погиб во время 871 дня блокады. Я хотел бы сказать большое спасибо ветеранским организациям. Я с большой любовью человеческой всегда смотрю, слушаю их и горжусь о том, что рядом с нами есть они. В 95-м году, когда мы юридически зарегистрировались, у нас было более 700 человек. На сегодняшний день 180 осталось. К сожалению, наша организация по естественным причинам не добавляется, а только убывает. После митинга всех пригласили на экскурсию на Сапун-гору. Добраться туда предложили необычным способом – на троллейбусе. Это сотая машина предприятия «Сефэлектроавтотранс», которая теперь будет выходить на линии. До Сапун-горы машина идет на автономном ходу. На мемориальном комплексе ветераны возложили цветы к обелиску славы и побывали на экскурсии в Диораме. Анна Льготина, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. 26 января – Международный день сотрудника таможни. Праздничную дату установили в 1983 году. В Севастополе история ведомства началась сразу после основания города. В 1784 году Екатерина II подписала манифест о тарифах на ввоз товаров. С этого дня не раз сменялась структура организации. Севастопольская таможня создана 31 марта 2014 года. В ее составе таможенные посты Инкерманский и Бухта Камышовая. Сегодня в арсенале специалистов ведомства – металлодетекторы, кинологическая служба и датчики радиации. С 2014 года ввели электронный документооборот. Теперь декларацию можно оформить онлайн. Коллектив нашего телеканала поздравляет сотрудников Севастопольской таможни с международным праздником. 25 января у супругов Есиных был бриллиантовый юбилей совместной жизни. Об этом мы рассказывали в эфире. А 26 января молодоженов поздравили в Гагаринском ЗАГСе. Подписи Татьяны и Анатолии оставляют в книге почетных гостей ЗАГСа. В зале дети и внуки. Поздравить пару приехал и заместитель губернатора города. После торжественной части, как и в 1958 году, свадебный танец. Советоваться друг с другом. Все-все обсуждать. Любую покупку. Вот нужно вам диван купить? Вы посоветуйтесь. Нужен нам диван или нет? Какой нам нужен диван? Есть у нас деньги? Есть. Поехали вместе посмотрим. Ну все, нужно абсолютно делать вместе. Только тогда у вас будет согласие. Не факт. В руках лицезрительных хорошо, что лучше смотреть вместе в одну сторону. Это вот так. Просто, ну это я украл у Дубронравова. Но с этим абсолютно согласны ему купить. Именно из таких севастопольских семей должно и состоять идеальное сообщество городское. В Севастополе продолжается акция «Студенческий десант». На этот раз учащиеся узнали о работе криминалистов. Студенты прошли стажировку в экспертно-криминалистическом центре МВД России в Севастополе. Специалисты рассказали ребятам об особенностях своей работы и провели экскурсию по разным отделам учреждения. Студенты узнали, что эксперты выполняют важную роль в раскрытии преступлений, выявляют на месте происшествия вещественные доказательства. Экскурсантам показали возможности передвижных лабораторий и примеры исследований. Напомним, ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант» позволяет учащимся узнать специфику работы в полиции. Театр кукол «Саквояж» по просьбе зрителей вернул в репертуар спектакль «Отважное сердце». Это постановка по известной сказке Андерсона «Снежная королева». На сцене ее не было полтора года. Спектакль изменили, пошли новые костюмы, добавили звуковые эффекты. Теперь «Снежная королева» говорит не голосом актрисы, а под фонограмму. Благодаря записи создаются впечатления волшебства и тайны. Но главную роль отвели Герди. Спасти Кай ей поможет любовь и смелость. В субботу состоится уже второй показ. Сейчас мы работаем еще над одной очень интересной вещью, работой. Можно так сказать, мы сделали переработку по известной сказке Антуан де Сент-Экзипери «Маленький принц». И для севастопольцев мы готовим следующую премьеру, которая состоится, мы так надеемся, ко дню детства, к 1 июня. К новостям спорта. Зимние игры 2018 останутся без русского дома. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, нет смысла организовывать дом болельщиков из-за ограничения проведения альтернативных церемоний награждения. Напомним, в декабре 2017 года Международный Олимпийский комитет отстранил сборную нашей страны от участия в зимних играх в южнокорейском Хёнчхане. Допуск к соревнованиям получили 169 российских спортсменов. Им предложено выступать под нейтральным флагом. Ранее Международный Олимпийский комитет запретил использовать символику России. Но вчера представители организации уточнили, флаг для болельщиков разрешен. Нельзя использовать его с целью политической демонстрации. Отметим, в социальных сетях активные спортивные фанаты предлагают пронести на трибуны российский триколор под видом сербского. В Севастополе провели чемпионат Черноморского флота по военно-прикладному спорту. Участниками стали почти 100 военнослужащих. Соревновались в двух дисциплинах. Подробности в сюжете. Перед стартом инструктаж и разминка. Есть 15 минут, чтобы разогреть мышцы, почувствовать расстояние и глубину. Станислав Писанок в соревнованиях участвует ежегодно. Профессия обязывает. Работает инструктором по плаванию. Отмечает, обе дисциплины сложные. Каждая по-своему. Плавание с автоматом тут идет в экипировке, как военно-прикладной вид спорта. Непосредственно у вас форма, автомат, рюкзак, берцы, ремень. То есть это создает условия, приближенные к боевым, к настоящим. Поэтому это тяжело с точки зрения сопротивления к воде. А проныр в длину, это, грубо говоря, тяжело в плане задержки дыхания. То есть вы испытываете кислородное голодание. Поэтому тут тоже нужно суметь себя рассчитать силы, чтобы не заснуть. Потому что бывает случай, когда человек плывет и засыпает прям под водой. Первый заплыв в экипировке. Этот вид прикладного спорта характерен для местных соревнований. На более масштабных чемпионатах его нет. Для начала участники окунаются в воду, чтобы намочить экипировку. Затем на старт. Чтобы получить первый спортивный разряд, нужно преодолеть 100 метров за 2 минуты 20 секунд. Илья Шейн справился гораздо быстрее. Результат – минута 28. В этом году участники показывают высокий уровень подготовки. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом нормативы ужесточили. Если раньше в нырянии в длину, 50 метров был первый спортивный разряд по военно-прикладному спорту, то с этого года получается у нас уже надо пронарнуть 112 метров. Это уже существенное утягощение, можно сказать, нормативов. Потому что 112 метров – это уже за мою служебную бытность помню только два раза. Все участники подготовлены. Спорт для военнослужащего – вопрос не только здоровья и выносливости. Полезен он и семейному бюджету. Существуют дополнительные выплаты за уровень физической подготовленности. Например, высший уровень – это 70% ежемесячная надбавка. Если первый разряд сегодня выполнят военнослужащие, они будут получать 80%. Кандидат – 90%. Ну и, конечно, мастер спорта – это 100% ежемесячно. Это примерно 15-20 тысяч ежемесячно. Это большое подспорье и семейному бюджету, и вообще для военнослужащего самого. После соревнований из лучших спортсменов сформируют сборную команду. Этим составом отправятся в Санкт-Петербург на чемпионат военно-морского флота. Он пройдет уже в середине февраля. За спортивной борьбой в воде наблюдали Юлия Ефремова и Мария Буйлова. Информационный канал Севастополя. И о погоде. Где раки зимуют, оказывается, в родном водоеме. В сильные морозы все они опускаются глубже и 20 часов в сутки проводят неподвижно. А вот рыбы зимуют по-разному. Сомы и налимы залегают в ямах, хищники активно охотятся в полутьме подо льдом. Для подводных обитателей опасен дефицит кислорода, поэтому необходимо отверстие в ледяном панцире. Помогают также растения на мелководье. Они не дают поверхности замерзнуть полностью, а тростник и камыш проводят воздух. А вот обитателям водоемов в Севастополе зимовать проще. 27 января в нашем городе от нуля до плюс 4 градусов. Переменная облачность без осадков. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok